Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. К поводку готовы. Ливневые колодцы очищены почти на 100%. Борьба с бедностью. С 1 марта социальные выплаты малоимущим увеличили в три раза. Сердечно-сосудистая угроза. Инфаркт и инсульт. Главный бич самарцев. Корея стала ближе. В Самаре стартовали дни культуры города Тханьон. И это не просто знакомство с культурой Корейской Республики. Это начало долгосрочного экономического сотрудничества. Почему именно Самара столь привлекательна для гостей из города знаменитого рыбным промыслом узнала, Марина Кравцова. Прекрасный город и замечательные люди. Красивые и очень доброжелательные. Яркими впечатлениями о Самаре и ее жителях делятся гости из Южной Кореи. В Самаре они не впервые, но на этот раз программа визита особенно насыщенная. Впереди множество деловых встреч. В прошлом году власти Самары и корейского города Тханьон подписали соглашение о сотрудничестве. И вот первые шаги. С 1 по 4 марта в Самаре проходят Дни корейской культуры. В Самаре нас привлекают и культура, и космическая промышленность и географическое расположение. И надеюсь, в дальнейшем наше сотрудничество будет развиваться не только в культуре и туризме, но и в экономике и в образовательных программах. Жители Самары смогут познакомиться с лучшими образцами прикладного творчества Южной Кореи на выставке в Доказаря, увидеть выступления творческих коллективов и даже попробовать Корею на вкус. В ресторанах и торговых центрах города пройдут бесплатные дегустации одного из символов страны – свежайших морепродуктов. Культурный обмен – начало перспективного экономического партнерства, которое может стать актуальным для всего Приволжского федерального округа. Я надеюсь, все это послужит серьезным прологом для установления серьезных экономических отношений между нашими городами. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Мы говорим о создании логистического центра по поставке морепродуктов в Поволжье. Мы договорились об обмене, скажем так, в рамках обучения, об обмене чиновниками, которые в течение шести месяцев будут проходить обучение в Самаре и с нашей стороны в Тханьйоне. Лучшие практики работы будут перенимать и депутаты двух городов. Соглашение о сотрудничестве подпишут и Дума Самары с городским советом города Тханьйон. Нашим двум городам крайне интересно будет это сотрудничество. Оно будет благотворным и экономически, наверное, очень-очень необходимым на сегодняшний день. Мы, конечно же, поделимся о том, что происходит в нашем городе, расскажем о реформе местного самоуправления. Ну и депутаты, которые к нам приехали, расскажут о том, как у них это все организовано. Я надеюсь, что сотрудничество между городским советом Тханьйон и Думой города Самары будет успешно развиваться. У нас разные культуры, и сначала нужно познакомиться с культурами России и Кореи. За четыре дня корейцам предстоит не только наладить деловые и экономические связи, но и насладиться видами Самары. В маршруте – знаковые места областной столицы. Оценят гости и туристический потенциал города на Волге. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Глава города Олег Фурсов с председателем Самарской губернской думы Виктором Сазоновым обсудили дальнейшее реформирование системы местного самоуправления города. В частности, передачу районным властям дополнительных полномочий. Сторон договорились, что до середины марта будет разработан соответствующий законопроект, который передадут на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы. Обсудили и вопрос развития общественных советов в районах. Их численность в городе должна быть в разы увеличена. По словам Олега Фурсова, администрация уже разработала новую модель системы общественных советов. В ближайшее время план работы по их созданию будет представлен губернатору. Расходы на жилищно-коммунальные услуги компенсируют по факту. Это будет более действенная мера социальной поддержки, чем единовременная выплата, которую получали самарские льготники. Список получателей соцпомощи не изменился. Объясняет министр социально-демографической политики Марина Антимонова. Изменился механизм предоставления льготы. На компенсацию коммуналки выделяли усредненную сумму по региональному стандарту министерства ЖКХ. Вот эта мера соцподдержки предоставлялась независимо от того, оплачивает фактически человек жилищно-коммунальные услуги или нет. То сейчас компенсация, она сама по себе подразумевает, что осуществляется компенсация понесенных затрат граждан на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы люди не ходили каждый месяц в управление соцзащитой со своими квитанциями, данные о расходах будут подавать поставщики коммунальных услуг. Социальную помощь на расходы ЖКХ в Самарской области получают 545 тысяч человек. В январе поступили данные только о трети из них. В будущем механизм отработают так, чтобы люди без задержек получали свою компенсацию. Для этого необходима тесная работа с общественными советами по контролю сферы ЖКХ и председателями жилищных сообществ, отметили в министерстве. Вода, уходи! Чтобы паводок не превратил Самару в Венецию, городские службы прочищают от снега илые грязи, ливневые канализации. В порядок привели уже более 65 километров сетей. Сегодня работы проводились на проспекте Юных пионеров и улице Победы. Затем, как в первый день весны в Самаре готовится встретить тепло, наблюдала Алина Чемерес. Главный враг льда в дождеприемниках – горячая вода. Чтобы подготовить ливневые канализации к паводку, важно растопить то, что осталось в них после зимы. В первый день весны на улицах Самары большая чистка. Вода приблизительно градусов 70. Мы его топим, лед, и этим обеспечиваем водоотведение в дальнейшем. Иначе до мая месяца в дождеприемниках лед не растает. Чтобы с приходом тепла Самара не превратилась в Венецию, под землей проведены около 400 километров ливневой канализации. Вода в нее поступает через дождеприемники. Их более пяти тысяч. Пока в одном месте рабочие борются со снегом в ливневке, в другом прочищают канализацию от ила и грязи. В первую очередь, внимание улицы, по которым ходит общественный транспорт. Мы ситуацию контролируем во всем городе. Для этого создано у нас ежедневно работает порядка 15 аварийных бригад. Мы контролируем состояние сети. При возникновении где-то небольших подтоплений мы тут же реагируем, выезжаем. Очищаем от снега наледи сверху, чтобы вода беспрепятственно уходила в сети дождевой канализации. В городе уже очищено 65 километров ливневой канализации. В городе отремонтировано 300 дождеприемников. В порядок необходимо провести еще около тысячи колодцев. На чеку и дорожные службы задача своевременно привести в порядок проезжую часть. За зиму при дорожных полосах скапливается достаточно большое количество бытового мусора, который тоже стекает, забивает ливневые колодцы. Их тоже приходится очищать вручную. Фактически, пока не закончится сезон таяния снега и не сойдет, проведется уборка улиц, приладковые части, земных накоплений, данные работы будут проводиться. Городские службы работают с опережением. Расчистить особо опасные участки планируют до середины марта. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Международный медицинский центр клиника сердца и Самарский областной клинический кардиологический диспансер подписали соглашение о сотрудничестве. Проблему сердечно-сосудистых заболеваний два медицинских учреждения будут решать совместно. По данным диспансеризации, у большинства жителей региона выявлен риск развития инфаркта или инсульта. Самарский областной кардиодиспансер входит в тройку ведущих российских кардиохирургических центров. С каждым годом учреждения аккумулируют у себя все более тяжелых пациентов. Сердечные заболевания имеют для региона социально значимый характер. Они влекут за собой потерю трудоспособности и определяют продолжительность жизни населения. Бороться за жизнь и здоровье пациента в ближайшей перспективе специалисты кардиодиспансера будут вместе с медиками клиники сердца. Это все заработает в полном виде, когда действительно войдет в строй клиника сердца. И тогда два учреждения, которые будут оказывать помощь пациентам с заболеваниями сердца, они будут работать, дополняя друг друга, исправляя каждый свой минус и увеличивая свои плюсы. Открытия международного медицинского центра в Самаре ждут тысячи больных с сердечно-сосудистой патологией. В год здесь будут выполнять более 11 тысяч операций на сердце. Это полностью закроет потребности региона. Открытия центра ждут и в кардиодиспансере. Сегодня здесь нет компьютерного томографа и МРТ, что значительно осложняет диагностику. Это оборудование уже закуплено и находится на нашем складе. И я очень надеюсь, что как можно быстрее оно будет введено в строй. Также технологии использования с инжекторами, контрастные методы исследования сердца. Кроме того, мы закупили последнюю версию программного обеспечения по обследованию сердечно-сосудистой системы. Это очень важно и это будет полезно не только кардиохирургам, но и кардиологам. Специалисты кардиодиспансера смогут направлять больных на хирургическое лечение в клинику и наблюдать пациентов после его проведения. У врачей появится возможность внедрять новые методы и поставить на поток операции, которые сегодня являются штучными. От такого сотрудничества выиграют в первую очередь пациенты. Высокотехнологичные услуги они будут получать по госгарантиям, то есть бесплатно. Инесса Панченко, Дмитрий Мишканцов, Артем Сулайманов. События. А вот о каких событиях мои коллеги расскажут в следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Благополучие всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин